Друзья, очень любопытная статья была помещена в газете РУ Дмитрием Окуневым 2 июня сего года, который называется «Его ругали церковные диссиденты. Как красноармеец стал патриархом московским из Сия-Руси?» 50 лет назад патриархом московским из Сия-Руси стал Пимен. На фотографии мы видим Леонида Ильича Брежнева, митрополита Алексея Ридигера, патриарха московского Пимена Извекова и Равина Якова Хишмана. На приеме по случаю 60-й годовщины Октябрьской революции все с фужерами стоят. 2 июня 1971 года митрополит Крутицкий, Коломенский, Пимен был избран патриархом московским из Сия-Руси. Из-за стремления воздержаться от критики советской власти он становился объектом нападок со стороны священников-диссидентов Александра Солженицына. Считается, что в отношениях с руководством Советского Союза патриарх поддерживался политике, позволявшей не навредить РПЦ. При позднем Пимене в стране открывались церкви и состоялось празднование тысячелетия крещения Руси. Как и многие священнослужители того периода, будущий патриарх Пимен пережил гонение со стороны советской власти. Впервые иеромонаха в миру Сергея Звеков арестовали в 1932 году по делу о церковно-монархической организации. Его обвинили в разговорах о восстановлении монархии и антисоветской агитации. Категорически отрицая свое участие в инкриминируемых ему преступлениях, Пимен провел в тюрьме около месяца и был освобожден. В том же году его призвали в Красную армию. Пимен проходил службу в кавалерийских войсках и выучился на ветеринара. В начале 1937 года вернувшегося в церковь иеромонаха снова арестовали. Особое совещание при коллегии НКВД приговорило его к принудительным работам на строительстве канала Москва-Волга. Пимен, однако, избежал тяжелого физического труда. Будучи ветеринаром, он следил за здоровьем работавших на стройке лошадей. Гибель одной из них стала причиной для очередного приговора. Как следствие, Пимена выслали в Узбекистан. А после начала Великой Отечественной войны призвали РКК. Пимен получил боевой опыт. Несколько раз был контужен и однажды ранен. После чего комиссован из армии. В Москве, однако, пытавшегося вернуться к церковной службе, арестовали. По подозрению в уклонении от воинской службы он попал в лагеря. А в сентябре 1945 года был освобожден по амнистии для участников войны. Дальнейшее восхождение Пимена по церковной иерархии получилось стремительным. Он пользовался высокой популярностью среди прихожан за свои проповеди и вызывал доверие у клириков. Стал наместником троицы Сергия Лавры. А в 1954 году был назначен патриархом Алексеем I, епископом Балтским. В 1960 году Пимен уже архиепископ. А в 1963 митрополит Куртийский-Коломенский. В воскресные праздничные дни Пимен совершал богослужение в Богоявленском соборе в Илохове. С того же года митрополит Пимен являлся членом Всемирного совета мира и Советского комитета защиты мира. От РПЦ он принимал участие в Варшавской 1963 год и Женевской 1966 год сессиях Всемирного совета мира. Во всемирных конгрессах за всеобщее разоружение и мир в Москве 1962 год и Хельсинки 1965 год. За свою деятельность в защиту мира Пимен был награжден золотой медалью «Борец за мир». 18 апреля 1970 года после кончины патриарха Алексея митрополит Куртийский-Коломенский вступил в соответствие с положением об управлении РПЦ в должность местоблюстителя московского патриаршего престола. На этом посту он осуществлял руководство деятельностью Священного Синода в сфере внутрицерковной жизни, межправославных отношений, экуменической и миротворческой деятельности РПЦ. Главным конкурентом именно был митрополит ленинградский Никодим Ротов, которого хотела видеть на патриаршем престоле часть епископата и светские власти. Два других кандидата – преемники патриарха Экзар Украины Филарет Денисенко, будущий представитель неканонической Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, и митрополит Таллинский Алексей Ригигер, будущий патриарх Алексей Второй, имели тогда немного шансов в силу возраста и малой известности в широких церковных кругах. Считается, что предпочтение было отдано Пимену, в том числе потому, что в отличие от связанного с КГБ Никодима, он не был склонен к авантюрам. Избрание Пимена патриархом Поместный собор РПЦ торжественно открылся в Троице Сергиев Лавре в Загорске, ныне Сергиев Посад, 30 мая 1971 года. Членами собора были по должности все архиерей РПЦ, а также клирики и миряне, представляющие 67 внутренних и 14 зарубежных епархий, монастыри и духовные школы. При соборе были аккредитованы корреспонденты ТАСС и АПН, работали репортеры советского телевидения и кинохроники, 31 мая митрополит Пимен выступил с докладом «Жизнь и деятельность РПЦ», в котором дал высокую оценку деятельности Алексея I, достойный хранитель духовных сокровищ в нашей Церкви, как драгоценного опыта живой любви и богословского созерцания отцов и учителей Церкви. Он научил нас любить и ценить эти духовные сокровища и традиции, завещал нам не только хранить их далее, но и укреплять и умножать своей доброй христианской жизнью. Протерей Владислав Цыпин замечал по поводу этого документа, в докладе были упомянуты основные события церковной истории за четверть столетия, охарактеризованы разные стороны церковной жизни, однако реальный характер взаимоотношений РПЦ с атеистическим советским государством не мог быть по обстоятельствам времени не только вскрыт, но даже и обозначен в докладе «Место блестителя» не было в нём и статистических сведений о церковной жизни. Среди итоговых решений Поместного Собора было отмечено выдающееся историческое событие жизни РПЦ – возвращение в православие в 1946 и 1949 годах греко-католиков Голицы и Закарпатия. 2 июня 1971 года Поместный Собор РПЦ избрал Пимена 14-м патриархом московским Иосифия Руси. На следующий день в Богоявленском Соборе в Москве за Божественной Литургией состоялась его интернизация, возведение на Патриарше престол, на столование. В Литургию вместе с Пименом совершили предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, постоянные члены Священного Синода и старейшие митрополиты РПЦ. Многие архипастыри со своими делегациями при волеизъявлении в отношении кандидата на избрание патриархом митрополита Пимена осенять себя крестным знаменем, призывая таким образом свидетелей Христа, что они хотят иметь этого кандидата, и что им никто его не навязывает. Согласие контролирующей инстанции Совета по делам религии при Совете Министров СССР с этим выбором далось непросто, так как в руководстве Совета, в особенности у его председателя Владимира Кураедова, существовало стойкое предубеждение к митрополиту Пимену. Сам патриарх Алексей I перед смертью желал видеть своим преемником именно Пимена. Что касается духовенства и иерархов, среди них преобладало мнение о Пимене как о человеке скромном, внимательном к людям, имеющем богатый опыт церковной деятельности, хорошем организаторе и церковном службисте, отличавшимся консерватизмом в отношении устройства религиозно-церковной жизни, неприемлющим церковного модернизма, отмечается в книге Валентина Никитина «Патриарх Пимен». Первыми словами Пимена в новом качестве были «Исповедую немощь свою перед высотой патриаршего звания и предъявляемых требований к предстоятелю церкви, но уповаю на всесильную лестницу Божию, поведшую меня от иноческой кельи до патриаршего престола и на вашу братскую действенную помощь». Очень серьезно для РПЦ оставалась на 1970-х годах кадровая проблема. Число священников и дьяконов неуклонно сокращалось. Светские власти всячески препятствовали новому рукоположению. Обличающее письмо Солженицына. В 1972 году Пимену отправил полное упреков письмо Александру Солженицыну. Писатель обличал патриарха в молчании на открытое попирание советским государством основ свободы и совести, в гонениях на религию и верующих людей. Пимен оставил письмо без ответа, а своему окружению сказал «побыть бы ему в моих башмаках только пару дней». Различные обвинения предъявляли патриарху и священники-диссиденты. Согласно критикам, при Пимене и РПЦ находилось состояние застоя, что, впрочем, вполне соответствовало ситуации в стране в целом. В этот период церковь была полностью подконтрольна КПСС. Иерархам приходилось сотрудничать с КГБ. При всем при том, при всем при том, патриарх предпринимал шаги для увеличения числа кандидатов для принятия священного сана, боролся за сохранение действующих монастырей, добился открытия завода по производству церковной утре в Софрино, увеличение издания церковной литературы. Патриарха Сепимена было принято постановление о снятии проклятий слова старообрядцев и частичном причастии с католиками. Незадолго до своей смерти, в 1982 году, Леонид Брежнев разрешил передать церковь Свято-Данилов в монастырь на правом берегу Москвы-реки. Там был создан Духовно-административный центр РПЦ. В условиях тотального государственного контроля над церковью он медленно, но упорно вел церковь к ее возрождению, отмечал церковный историк Дмитрий Сафонов. Его ругали церковные диссиденты. Появилось знаменитое открытое письмо Солженицына. Не все понимали ситуацию, в которой жил и работал патриарх. Он понимал, что за ним ведется постоянное наблюдение. Он вынужден был согласовывать в Совете все решения Синода. Часто казался он внешним молчаливым, инертным, скучающим. Но кто знал его ближе? И видел, как он часами, страдая в последние годы от болезней, сидел безмолвив, перечтимым образом, тихо перебирая четки. Тот понимал, что патриарх был великим делателем умной молитвы. В свою очередь архимандрит Дионисий Пшишигин. Так высказывался в периоде 1971-1990-х годов патриарху Пимену удалось сохранить церковный мир. В определенном плане он был молчаливым миротворцем. Он вел такую политику, чтобы не навредить церкви, потому что церковь и так была лишена всего и вся. И это удавалось ему. При Пимене СССР отказался от политики государственного атеизма. Во время перестройки начали открываться новые приходы монастырей. В 1988 году состоялось масштабное празднование Тысячелетия Крещения Руси. Это событие рассматривается как начало возрождения РПЦ. В ходе торжеств Михаил Горбачев принял решение передать РПЦ часть Киево-Печорской лавры. В 1989 году тяжело болевший Пимен и его будущий преемник митрополита Алексей были избраны народными депутатами СССР. Патриарх скончался 3 мая 1990-го и был похоронен рядом с могилой своего предшественника Алексея I.